всем доброго времени и это последняя часть глушителя на b3 пассат так как их мне нужно три последние части заказывал 3 но пришли только две ну вот смотрите пришел еще один глушак другой фирмы насадка круглая под срез тоже хромированная вот эта труба более тонкого диаметра это более большого так вот это бакуша заметить можете она тоже больше она и так больше и так по моему тоже больше то более плоская вот это крепление она завалена чуть-чуть это чуть выгнуто сюда в отличие от тех креплений вот эти трубы тоже это более мелкого диаметра это более большого диаметра. Здесь металл в принципе по толщине одинаковый. Что там, что там. По весу вот этот вот весит гораздо тяжелее, чем вот этот. Но вот этот идет как люминизированный, по-моему, что-то так у него было написано. Ну вот, эти самые глушители это триал или триалли, не знаю, наш, по-моему, он российский глушак этот. Последняя часть Б3-го Пассата. Ну вот здесь он написан, что он алюминизированный, но он нифига не алюминизированный. Он простая окрашенная сталь. То есть начинается он от 1917 рублей и поехал аж вперед, вперед, вперед до 2614. Ну и в общем, вот такая вот у него вот сюда вот если нажать, я уже открыл. Такая вот у него фотка здесь приходит разная. Но он именно вот такой с хромированной задней частью, с длинной, с круглой. Ну вы уже ее видели. Это просто отзыв о нем. и что у него самая особенностью этого глушителя, то что у него вот эта труба идет, сгиб. Его приходится чуть-чуть разгинать, подгинать. На одной я его чуть подгинал, на другой не подгинал. Но он что на одной, что на второй травил по шву. Здесь вот идет шов по трубе и он внутри вот по этому шву немножко подсыкивает. Но это мелочь. Можно мазануть чуть-чуть герметика и он перестает перестает подсыкивать. Вот. Так что вот такой вот глушак. Ну грубо говоря, он я его брал за 2000. Ровно сейчас уже таких предложений нету. Сейчас либо меньше, либо больше. Цены на них тоже меняются. От курса валют. Вот его каталожный номер, если вдруг кто-то себе захочет заказывать. И еще одно такое вот замечание. Вот видите, сгиб, как он тут согнут. Подогнут так. Так себе, так сказать. Здесь вообще не подогнут, просто встыть. И вот оно здесь, такая же Петруха. С этой стороны чуть получше. Вот на этом сделано все по-другому совсем. Более более качественно, что ли. Но это мы еще проверим, когда поставим. А вот и Made in Italy. Поэтому номера бумажки, которые есть, вот на нем тут выбито, выпрессованы. Сейчас мы вскроем этот, посмотрим, что на нем. Ну, на этом ничего, собственно говоря, нет. Он не люминизированный. Простая жесть. Здесь он как пустота, а здесь как будто что-то есть внутри. Ну, сейчас мы будем ставить вот этот. Ну вот, снял я с пассата последнюю банку. Вот, и смотрим теперь по размерам. Ну, опять же, примерно вот этот первый черный, ну, что, примерно мы будем мерить прям четко. 19. Чуть-чуть отодвигаем. Здесь 22. Вот на этом вот на этом 22. И вот на этом на последнем может хватить. Хватайся. На этом 21,5. вот этот, то есть, который 3000, он 21,5. 22, 19. Правильно же, 19, я уже забыл. Да, да, да. Да, 19. Вот. Теперь длину замерим. Это длина. 45,5. Затем 44,5. И 44,5. Вот. вот такие вот размеры. Теперь что у нас интересует? здесь трубы последней нету, она нас мало интересует, эта труба. Нас интересуют вот эти вот концевики. Можно заметить, что вот у этой вот сгиб отличается от вот этих двух прям кардинально. Вот, как он загнут сильно. Вот. И также отличается вот, сейчас я его поправлю, чтобы все четко было. и также отличается вот эта вот штука. Вот на этом который 2000 она загнута вот сюда, вот вовнутрь. Это идет как бы ровно и это идет как бы ровно. Но здесь опять же видите, это прям рядом к трубе. Рядом с трубой вот она идет. Здесь уже чуть вдоль от трубы, но он подогнут к трубе. и он приварен вот тут вот к самому краю как-то фиг пойми как. А здесь вот он как приварен. Ровненько, аккуратненько, но тоже вдали от трубы. Теперь смотрим следующую разницу. Этот то, что за три диаметра вот этой трубы выходной опа. Ну 49. Теперь здесь меряем. 43. Вот так видно будет, наверное, 43. Первый я не помню снял, не снял, но сейчас сниму второй раз. 49. Не хочет фокусироваться гаденыш. ну вот 49. Ну там миллиметры не беру эти. И последнюю ржавую трубу мы меряем. Она вообще 51. Вот. Теперь мы меряем внутрянку здесь. Смотрим, что у нас подойдет, что у нас не подойдет. Так, 51. Интересно, здесь 51, здесь 51. Ну внутрянка. Внутрянка, запомните. Меряем. 51. Так, теперь здесь промеряем. Пройдется нам ее расшироживать или нет. 50. Вот. И здесь 51. Пока что прям четко в размер попадает вот этот, который обошелся 3000. 1000. Ну здесь в принципе размер не так уж немного отличается. Это не страшно. Вот. Теперь будем пробовать ставить вот этот вот глушитель на место. Так, ну в общем стал этот глушак с небольшими доработками. Пришлось согнуть вот эту часть. Вот это немножко подогнуть. Угол у нее был немножко неправильный. Потому что она жопая получается вообще упиралась сильно. Подогнул вот это крепление вверх туда. Чтобы он чуть был подальше все-таки от кузова. Потому что этот угол очень близко. И вот это крепление тоже подгинал туда повыше. Чтобы он сам глушак вот видите как он близко. Чтобы он был чуть подальше от кузова. Так он не достает. Но все равно. А так все в принципе сила. ну работает здесь конечно стечет немножечко вот с той стороны задней немножко подсекает. Глушите! Сейчас попробуем это исправить. И вот он второй глушак фирмы ASSA который мне понравился гораздо больше. его каталожный номер. Это его описание резонатор глушителя задней. И так примерная стоимость. Когда я брал вот этих первых двух не было. Был 3000 ровно. Сейчас появились дешевле предложения. Ну и вот 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 она его фотка. Он простая сталь окрашенная хорошая толстая. Вот это вот последняя часть она как на фото вот такая широкая хромированная смотрится кайфово. Ничего мне в нем подгинать не пришлось. На одной машине он правда близко к кузову был. Но не цеплял все нормально. Здесь все село не травило. вот но только с родным хомутом. С жигулевскими он не становится он травит что первый что второй. Поэтому если будете ставить вот такие вот хомуты как указаны здесь их не берите берите исключительно родные хомуты. Потому что вот это вот это ерунда полная. Вот и заодно не забывайте об этих креплениях. У меня что на что на второе пришлось эти крепления докупать и ставить. Но вот этот вот глушак он мне понравился гораздо больше. Так что если выбирать между этими двумя то выбирайте именно вот этот. Потому что он более так сказать качественно сделан. А вот и те самые хомуты про которые я вам говорил. С которыми лучше всего ставить. Стоит они 78 рублей примерно. пускай столь не вот возьмем цену побольше столь не даже 120 130 пускай не стоят но они очень классные и я их вам советую не ставьте вот видите какой не ставьте жигулевский ставьте вот такие вот они вообще просто супер даже брать вот этот вот GP Group самый дешевый не еще есть Stelax более дешевый Галима Китая это такой почти можно сказать по уровню Китай GP Group запчасти можно брать они ходят они нормально ходят поэтому ставьте берите и не будете париться это вот такой маленький отзыв по этим всем делам